Идею ведения школьной формы первыми поддержали российские швейники. Сегодня на Екатеринбургском комбольном комбинате непривычно многолюдно, но в швейных цехах больше гостей и журналистов, чем самих сотрудников. По словам директора швейной фабрики, после утверждения закона о ведении школьной формы, дополнительных заказов у них значительно прибавится. Даже если на уровне федерации примут для начальной школы, это очень серьезные объемы. В стране три комбината не справятся на первом этапе. О ведении школьной формы вновь заговорили в конце марта этого года. Инициатором выступила депутат Государственной Думы Ольга Тимофеева. Успокаивая противников законопроекта, говорит, что этим нововведением они не собираются к 1 сентября одеть всех российских школьников в одинаковую форму. Регионам дадут возможность устанавливать свои единые требования к одежде учащихся с учетом климатических, национальных и других особенностей. Более того, поскольку форма в основном будет покупаться, или так называемый дроскот, покупаться родителями, то сегодня мы говорим, что только школьники, родители и учителя вправе в каждой школе определить, как будут выглядеть наши дети. В одной школе они будут ходить в черных юбках, в черных брюках, в другой они будут ходить в серых. То есть сегодня мы просто говорим о том, что дети, приходя в школу, приходят на работу. Они приходят за знаниями, они приходят учиться. Они не приходят демонстрировать красивые наряды, они не приходят демонстрировать красивый макияж, они не приходят демонстрировать, может быть, вызывающие вечно религиозного культа. То есть сегодня мы говорим о том, что давайте школу отдадим знаниям. Представленные сегодня на комбинате костюмы не являются образцами будущей школьной формы. Сотрудники выставили демонстрационную детскую одежду, чтобы гости смогли оценить качество производимой ими продукции.